В этом году на работу в КГБ номер один устроились 80 специалистов. Это самый высокий показатель по трудоустройству в регионе. Привлекает врачей не только достойная ныне зарплата, но и новая техника и технологии, с которыми здесь они могут работать. Прекрасное учреждение здравоохранения, которое очень хорошо оснащено, и также прекрасно оснащена наша лаборатория. Это очень важно, работать на современном оборудовании сегодня, которое выполняет исследования качественно, быстро и безопасно для нас. Я работала в разных учреждениях Москвы, которые были неплохо оснащены, но рабочее место, которое я имею сейчас, очень хорошее. Заведующая БАК-лаборатория Наталья Дегтярева перешла в первую КГБ полгода назад из московской клиники. Невероятно, но факт. Столица проиграла спор с областью о самом выгодном месте работы. Привлекла бактериолога и социальная ипотека, на которую могут рассчитывать медики целого ряда специальностей. Могут принять участие доктора, имеющие не менее трех лет стажа работы в отрасли, имеющие высшую или первую категорию квалификационную, или ученую степень. То есть проект направлен изначально на квалифицированные кадры. Проект показывает свою гибкость, потому что требование о наличии высшей категории ученой степени было сначала отменено в отношении участковых терапевтов, что важно для нас. Сейчас это требование отменено в отношении врачей, анестезиологов, реаниматологов, которые являются достаточно дефицитными специалистами везде, не только в Московской области. Рентгенолог Константин Трофимов, специалист по компьютерной томографии, уже считает себя отчасти красногорцем. Для бюджетника реальная возможность купить квартиру стала поводом для переезда из Томска. Высококлассный доктор и глава многодетного семейства в одном лице рассчитывает решить квартирный вопрос уже в этом году. Врач оплачивает только проценты. Основной платеж оплачивает министерство Московской области. И еще конкретно мы не знаем сколько, но я думаю, что в районе 30-40 тысяч это будет в месяц. Какую квартиру будет покупать? Ну, с учетом того, что у меня четверо детей, поэтому хотелось бы приобрести либо трех, либо четырех комнатных. Когда нашли возможность приехать в такую классную больницу, как Красногорская городская больница, я думаю, что это вот на небесах все сошлось. 50% стоимости квартиры доктор получает сразу же из бюджета Московской области в качестве первоначального взноса по ипотеке. 50% стоимости квартиры оставшейся он берет в долг у банка на 10 лет по программе ипотечного кредитования. Но, выплачивая оставшуюся сумму, он получает в порядке компенсацию от бюджета Московской области сумму, которая составляет сумму кредита. Таким образом, он сам выплачивает только проценты по ипотеке. Ну, это очень выгодная программа и ничего подобного пока что никаких конкурирующих программ нам неизвестно. Региональная программа привлечения кадров привела в Красногорск и ныне заведующего блоком интенсивной терапии в сосудистом центре Олега Соколова. Но для него работа в КГБ номер один – еще и возможность профессионального роста. Здесь есть и техника, и технологии, которых нет нигде. И даже сейчас два часа на работу из Москвы в Красногорск не пугают. Впрочем, новоселье не за горами. В Павшинской хоме хотелось бы приобрести, потому что там хорошая транспортная развязка, хороший район, ну и близко с работой. Мы представляем, какой платеж будет по сумме, но, в общем-то, это, скажу сразу, что это намного дешевле, чем если платить за съемное жилье, потому что это очень хорошие условия по ипотеке. Воспользоваться программой социальной ипотеки собираются еще как минимум шесть врачей городской больницы. Их кандидатуры рассмотрит комиссия Минздрава Московской области. И уже в следующем году медики смогут претендовать на собственное жилье. При условии, что они готовы работать в сфере здравоохранения региона в ближайшие 10 лет. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ.